МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает вести Ульяновск. В студии Гульнара Шарипова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обеспечит дополнительный проезд для транспорта в жилой массив Юго-Западный. В Засвияжье строят новую дорогу. Уже обустроен котлован под основанием магистрали. Земский доктор привлек 7 специалистов. Региональная программа помогла Староманьской больнице собрать полный комплект узких специалистов. Сказка про лучший детский спектакль по версии театрального приволжья. Как его оценят на окружном этапе, узнаем в марте, а пока коллектив отправился в гастрольный тур. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем выпуск сообщения о происшествиях. Накануне вечером в Димитровграде пострадали 6 пассажиров автобуса. Водитель общественного транспорта въехал в опору линии электропередач. ДТП произошло около половины шестого вечера у дома 7 по улице Жуковского. Водитель маршрутного автобуса ПАЗ 1979 года рождения при движении в нарушении правил дорожного движения по правой обочине совершил наезд на опору линии электропередач. В результате дорожного транспорта в происшествии 6 пассажиров автобуса обращались за медицинской помощью. Засвияжье завершают устройство котлована под основанием новой дороги. Строительство улицы Юго-Западной в одноименном микрорайоне ведется по программе стимул национального проекта «Жилье и городская среда». Новый участок уличной дорожной сети обеспечит дополнительный проезд для транспорта в жилой массив со стороны проспекта Олимпийского. Строительные работы здесь стартовали в конце прошлого года. Их завершение и запуск движения намечены на осень 23-го. Уже сегодня выемка грунта для возведения будущей дороги выполнена на 75%. Проведена и разбивка трассы. Также выполнена необходимая подготовка к строительству. Сейчас рабочие заканчивают демонтаж двух железобетонных тоннелей, попавших в зону строительства. Обустраивают и дорожное корыто, вскрывают и вывозят мерзлый грунт. Планируется вынос инженерных сетей из зоны застройки, перенос их. И до весны планируем дорожное корыто все-таки сделать и начать его отсыпать песком. Надеемся, таким образом, в весеннюю распуть продолжить работу. Кроме того, специалисты Ульяновсквода канала выполняют подготовительные работы для переноса напорной канализации. Сейчас на строительной площадке трудятся 19 работников и 6 единиц техники. Полукилометровый участок новой дороги от улицы 154-й стрелковой дивизии до проспекта Олимпийский будет иметь две полосы шириной по 3,5 метра, а с обеих сторон обустроят тротуары. Фиктивный регион. В Ульяновске активно внедряют сберегающие технологии в различных сферах от производства до организации обслуживания, от документа оборота до логистики. Так, в медучреждениях, где стали применять регистратуру нового формата, удалось сократить время приема пациентов на 40%. Мы с большим энтузиазмом воспользовались возможностью стать частью проекта «Эффективный регион». Мы начали работу по его внедрению в июне 2021 года. За это время у Ульяновской области было инициировано 174 проекта в различных сферах, от завоохранения до соцзащиты и ЖПХ. Те или иные ресурсосберегающие технологии применяют в 40 российских регионах. Такой информацией поделился руководитель Объединенного проектного офиса «Росатома» и правительства Нижегородской области Алексей Мещеряков. В Ульяновске он побывал в качестве эксперта и отметил, регион успешно следует современным тенденциям. Поиск новых путей, борьба с потерями, повышение эффективности процессов. Во-первых, это все малозатратно, при небольшом финансировании можно достигнуть больших результатов. Во-вторых, мы вовлекаем в этот процесс людей. Люди становятся нетерпимыми к потерям, к неэффективности, к бардаку. С начала прошлого года в 20 ульяновских организациях подведомственных соцзащите начали действовать типовые проекты по оптимизации оказания адресной помощи, а кадровая служба смогла улучшить мониторинг рынка труда. Другим темам необходимы доноры крови с отрицательным резус-фактором. Пройти донацию и спасти чью-то жизнь можно на ульяновской станции переливания. Тем более, что сдать кровь может каждый совершеннолетний гражданин. Главное предостережение – хронические заболевания. Ежедневно приходит большое количество доноров. Но, тем не менее, к сожалению, крови с редкими фенотипами не хватает. Поэтому нам приходится вызывать доноров. Доноры откликаются, тоже приходят. И в большей степени, конечно, спасают жизнь тем, кому это необходимо. Я понимаю, что моя кровь может понадобиться пациенту, спасти его жизнь. Поэтому я буду приходить сюда вновь и вновь. В числе почетных доноров Ульяновской области, а их уже больше 11 тысяч, Евгений Белов, он сдает кровь 30 лет, благородному делу приучил и сына. Теперь они проходят донацию вместе. Чувствую подъем здоровья своего и настроение, что помогаю людям нашим, кто нуждается в моей помощи. Пройти донацию можно по будням с 8 утра и до 13.00, а также в специальные дни донора. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ульяновске и СНИЛС. Жителям районов области, кроме указанных документов, необходимо принести справку об эпид-окружении, которое действительно три дня. Перед донацией важно ознакомиться с противопоказаниями и рекомендациями по режиму питания. Региональная программа «Земский доктор» помогла Староманьской районной больнице собрать полный комплект узких специалистов. Последними в обойму вошли хирург и офтальмолог. Это молодая семья Максим и Ольга Рыбины. Врачи заключили контракт сразу после обучения в университете. Ведет в этом двойную выгоду. Есть возможность набраться опыта. А во-вторых, каждый получил единовременную выплату размером больше миллиона рублей. Это поможет Рыбиным решить жилищный вопрос. Это возможность сразу для молодой семьи приобрести квартиру. Мы на это ориентируемся. И так как я здесь родился и вырос, решили именно этот поселок выбрать. Работать в районной больнице по контракту врачи будут пять лет. Условия труда, со слов специалистов, хорошие. Все необходимое оборудование есть. Плюс небольшой поток пациентов позволяет более глубоко изучить каждый медицинский случай. Так как я работала в частной больнице, Конечно, разница есть. Но, в принципе, коллеги все хорошие. Все помогают. Условия работы неплохие. То есть, все есть. Все необходимое, чтобы проводить осмотр. Оборудование есть устаревшее. Но, в принципе, работать на нем можно. Оба специалиста были долгожданными для жителей района. А потому врачи работают не только в поликлинике, но и на выездах в районных ФАПах. Всего по региональной программе «Земский доктор» в медучреждении работают семь узких специалистов. Это «Вести Ульяновска». Мы продолжаем. В рамках недели нацпроекта «Демография» кадровая служба занимается федеральной программой содействия занятости. По данным регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов, за несколько дней уже поступило 60 заявок на переобучение от сыскателей вакансий. Это хороший показатель, ведь за весь прошлый год таковых было около двух тысяч. От лиц предпенсионного возраста до женщин с детьми дошкольниками. Специалисты кадровой службы уверяют, найти вариант для трудоустройства можно практически всегда. Главное, чтобы было желание. Один из вариантов – открытие после обучения своего дела. Как раз таки больше это сервисная индустрия. Это индустрия красоты, это поварское искусство. Потому что действительно очень много людей, которые в дальнейшем уходят на оформление налога, на профессиональный доход, они выбирают вот такую именно сферу деятельности. Это такая же ткань, просто здесь уже потемнее. Райана Салахова рассказывает, что шить любила с детства. А не так давно решила, что хочет заниматься женской одеждой в мусульманском стиле. Мечту удалось осуществить как раз благодаря нацпроекту и программе «Содействие занятости». Теперь не без гордости показывает свою коллекцию платьев и принимает заказы. Я уже проходила курсы через интернет, такие онлайн-курсы, чтобы просто себе что-то шить. Шила на себя сначала. Выбрала себе направление закройщицы, приехала на биржу труда. То есть мне уже сотрудники подсказали, рассказали, когда можно будет обучиться, какие документы нужно сдать. Тех, кто раздумывает над тем, стоит ли учиться и затем открыть свое дело, модельер Райана призывает не бояться и верить в свою мечту. Ну а если кто-то хочет получить новую, пока не слишком распространенную профессию, то и такие варианты в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов обещают подобрать. «На сегодняшний день у нас уже зарегистрировано более ста образовательных программ, которые мы можем предложить нашим жителям. Кроме того, мы постоянно сейчас такой темп взяли на увеличение, на расширение этого перечня. Но из такого нового я бы выделил веб-дизайн. У нас в прошлом году она только появилась, эта программа переобучения, она пользовалась достаточно большим спросом. Аналитики баз данных тоже можно назвать из нового. Подать заявку на обучение, а также ознакомиться с перечнем образовательных программ можно не только в филиалах Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов, но и на портале «Работа в России». Ульяновские активисты Народного фронта включились в благородную миссию. Они доставляют в зону СВО гуманитарные грузы с детскими письмами, а назад возвращаются с ответными направлениями. Об одном из таких почтальонов материал Эдуарда Истомина. Эти кадры сделаны в декабре прошлого года. Воспитанники школы-интерната номер 26 пишут новогодние поздравления воинам СВО. Все отправления от чистых детских сердец. Они со светлыми помыслами. Желаю вам победы, здоровья, счастья и чтобы все время вернулись с родными. Свои пожелания дети вложили в самодельные праздничные открытки, а затем в большой конверт и передали Максиму Давыдову. В зону СВО активист Народного фронта отправился в конце декабря. Максим отвез бойцам 5000 писем. В зоне СВО Максим навестил ульяновских контрактников, а еще добровольческий батальон Свияга. В ходе миссии он обрел свой позывной – Почтальон. Назад вернулся с ответными отправлениями от наших бойцов. Ребята собраться около тысячи, потому что там не всегда возможно было проехать, обратно собрать. Почтальон передал ответы ученикам 4-го В. Их бойцы написали на тех же письмах, потому как под рукой не было бумаги. Катя Коткова узнала свое письмо солдату. Мне прислал солдат. Я написала, что пожелала ему счастья, здоровья и поздравила с Новым годом. А он мне прислал ответ. Я очень рада. Мне было приятно. Почтальон из Народного фронта также навестил семью мобилизованного бойца. От него он привез в передовое видеообращение жене Наташи и сыну Платону. Подарком трехлетнему Платону стал небольшой термос с Z-символикой, а еще стрелянный патрон, который почтальон передал мальчику. Мы хотим пожелать, чтобы они в первую очередь держались, оставались такими же мужественными, смелыми. Я знаю, они сильны. Они все выдержат. Все выдержат. И вернутся, конечно, обязательно в свои семьи. В конце февраля Максим Давыдов вновь отправится на Донбасс. Кроме продуктов и вещей солдатам, он отвезет на фронт гуманитарный груз. А назад, скорее всего, также приедет с ответными письмами, видеообращениями и фронтовыми подарками. Эдуард Истомин, Михаил Державин. Вести Ульяновск. Дарите книги с любовью. Всероссийская акция с таким названием завершилась накануне по всей стране. Она длилась ровно неделю. Ее суть заключалась в дарении книг библиотекам. Ульяновский, например, благодаря акции фонд только центральной библиотеки города пополнился более чем на 300 экземпляров. Безусловно, это пополнение фонда библиотек, это еще, наверное, развитие каких-то традиций. Это еще и дать возможность человеку почувствовать, что он может делать добро. А добро всегда возвратимо, потому что через какое-то время эти книги попадут в фонд, и они принесут большую пользу другим людям, которые будут интересоваться той или иной темой. Желающих участвовать в акции каждый год становится больше. Ту же центральную библиотеку в этом году поддержали местные жители, тепловики и даже митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. А в последний день акции донорскую книжную помощь оказали ученики 11-го лицея. Я принесла станцию «Узловая». Я очень хочу ее почитать. Я просто ее недавно купила для библиотеки. И не буду просить прощения. Решила подарить моей любимой библиотеке книжки, чтобы они были полезны не только мне, но и окружающим. Все участники Всероссийской акции вскоре будут отмечены благодарственными письмами. Следующая неделя дарения книги официально наступит через год. Но если кто-то хочет подарить библиотеке книгу сейчас, можно не ждать. Пополнению фонда рады всегда. 27 марта во Всемирный день театра объявят победителей одного из самых престижных детско-юношеских конкурсов «Театральное приволжье». За победу в нем сейчас сражаются два ульяновских коллектива «Планета молодых» и «Юные театралы». Постановка последних «Сказка про» уже начала свой гастрольный тур. Петвешонок, петвешонок, петвешонок! Ой, ты самый лучший из всех, кого я знаю! Медвежонок и заяц, за кулисами колючий ежик. Под этими именами и масками обычные подростки, говорящие со сцены о таких простых и в то же время сложных вещах. Дружба, терпение и взаимовыручка. «Сказка про», навеянная произведениями Сергея Козлова, выпускной спектакль воспитанников творческого объединения «Седьмой школы искусств». Театральное при Волжье, как и регионально-дельфийские игры, это престижные конкурсы, в которых любой уважающий себя коллектив принимает участие. Все-таки мы с каждым годом растем и стараемся, соревнуемся. И, конечно же, нам очень хотелось победить. И это наша мечта сбылась. У нас в школе искусств вообще нет сцены. И мы всегда называли себя, можно так сказать, коридорными артистами. Поэтому часто для нас большая сцена – это нечто интересное, большой опыт. Светят глаза софиты и так далее. Мы чувствуем себя настоящими актерами, которые работают на большой сцене, в настоящем театре. И мы можем свои чувства сразу показать зрителям. Понять и почувствовать это дает театральное при Волжье. На каждом этапе детско-юношеский конкурс, инициированный полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым, это не только возможность самодеятельным коллективам выйти на большую сцену. Для всех юных любителей театра – шанс изучить его изнутри. Мы предусмотрели для ребят ряд мастер-классов образовательных. Здесь и театральный грим, и театральная копилка, и актерское мастерство. Здесь происходит не только обмен практическим опытом, но и, что называется, зажигание детских сердец. Ведь они видят, как их сверстники уже участвуют в театральных постановках. И, конечно, загораются сами. Видеоверсии спектаклей победителей и лауреатов региональных этапов размещены на официальном сайте конкурса. Жюри каждого из 14 субъектов округа составляет рейтинг лучших из них. На каком месте в нем окажутся ульяновские коллективы, станет известно в марте, когда весь мир отметит День театра. Гульнара Шарипова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее информация о погоде. Я же желаю вам хорошего продолжения дня. И до новых встреч в эфире. Сейчас в Ульяновске минус 9. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»